Хе-хей, доброго временю так друзья, с вами как всегда Арталаски и я рад вас приветствовать в этом видео. Сегодня мы продолжим нашу долгожданную серию по созданию игры на Юнити с нуля. Предыдущая серия уже как минимум не актуальна, потому что сменилась куча версий Юнити, сменился немного синтаксис, сменился немного я в плане того, что скилл стал немножко выше, хотя кого я обманываю. Но тем не менее, эта серия называется создание игры без программирования, а значит программировать мы здесь не будем. Однако Юнити не поддерживает визуальное программирование из коробки и для того, чтобы делать здесь какие-либо проекты без написания строчек кода, придется вывылить немножечко бабок. И говоря немножечко, я имею ввиду 70 долларов на болт, который вы можете положить на разработку, увидев эту цену. Либо поиграть в еврея и потратить на 5 долларов меньше, используя плеймейкер, однако я все-таки больше рекомендую болт, как-то он посолиднее и больше мне нравится, да и честно говоря для новичков он гораздо более понятный и довольно-таки интуитивный. Но опять же, визуальное программирование все-таки тоже программирование, а у нас тут создание игр без программирования. А раз Денчик сказал, Денчик сделал, поэтому мы выбираем вот этот Ассет Ковер Шутер. Честно говоря, это пока что лучший шаблон шутера третьего лица, который я вообще встречал на Юнити. И в принципе в плане контроллера персонажа у третьего лица тоже, на мой взгляд, это одно из самых лучших решений. Поверьте, это могло бы стоить намного дороже, намного больше, но то, что он сейчас стоит 75 долларов, это прям подарок. Если кто-то хочет прям всерьез нормально делать игрушки без программирования, опять же, заметьте, то вот этот Ассет, это прям персик. Все вот эти UFPS или продукты от Opsif, это все, ну не сказать, чтобы херня, это все классно проработано и профессионально, но это очень и очень заморочено. Особенно если вы новичок в Юнити или просто никогда не пользовались подобными Ассетами, вы не получите никакого удовольствия от разработки, потому что вам нужно будет около месяца сидеть, разбираться, смотреть, где что за что отвечает. И добавление своего контента сюда это та еще заморочка. Это профессиональные решения, и нам они сейчас не очень-то подходят. На этом же Ассете я делаю свой шутер от третьего лица, который анонсирую, ну буквально вот сейчас. И если бы не полетевший жесткий диск, я бы уже даже выпустил видео по этой серии, но, видимо, болеющие жесткие диски заражают друг друга, а я как раз не так давно кидал сатан Флаттинга, когда у него полетел наут, как раз таки из-за жесткого диска. Ну да ладно, мы немножечко отвлеклись, вот вообще вкратце план действий, который, точнее даже план серии, которому мы будем следовать, то есть будет всего лишь 5-6 серий, в которые мы постараемся все это уложить, и уложим благодаря простоте этого движка и простоте стилю графики, который мы сейчас будем делать. Но сначала чуть-чуть так отвлечемся. Сейчас в школе 3D-визуализации Олега Кононыхина проходит бесплатный курс по обучению новичков в 3D Max. На нем вы узнаете, как с нуля обучиться интерьерной визуализации, 4 главных этапа работы и даже какой компьютер нужен начинающим. А также узнаете, где найти свои первые заказы и, собственно, как увеличить доход с продажей готовых 3D-моделей. У Олега, между прочим, 15-летний опыт работы, как с частными заказчиками, так и с государственными структурами. Он владеет такими программами, как 3D Max, ZBrush, AutoCAD, Inverter, Photoshop и многими другими. Этот курс, кстати, бесплатный и подходит как для новичков, так и для тех, кто уже знаком с программой. Узнать больше информации и записаться на курс вы сможете по ссылке в описании. Ну и мы, к слову, тоже переходим в 3D Max. Только делать будем уже не такие крутые модели и не такую крутую визуализацию. Для начала я немножечко сдвину вот эту панельку. Она, в принципе, полезная, но в данный момент она мне не понадобится. Теперь, наводя курсор на вот это вот окошко с перспективой, нажимаю Alt-W. Начнем мы с самого простого, с битой. Для этого нам понадобится использовать цилиндр. Выбираем его и левая кнопка мыши сюда вот так нажимаем и вытягиваем. А, в принципе, высота не обязательно должна быть сразу идеальной. То есть, ну, сделали чуть-чуть вот так, ничего страшного. Теперь нажимаем F4, чтобы у нас появилась вот такая вот сеточка. Также на F4 мы можем ее спрятать. Здесь мы сразу можем настроить радиус и количество сторон. Но так как мы уже здесь создали, то это будет распространяться на новый примитив, который мы создадим. А чтобы это воздействовало на вот этот примитив, нам нужно перейти во вкладку модификаторов. И здесь уже можем все это настроить. Собственно, и радиус. Прямо можем зажимать сюда левую кнопку мыши на вот эти вот стрелочки. И вот так вот тянуть вверх либо вниз. Количество сторон 18 это, в принципе, даже немного-много. И поэтому уменьшаем количество где-то до 10, например. Вот так. Кстати, по навигации, если вдруг кто пропустил. Колесиком мыши зажатым мы можем передвигать нашу камеру. Alt и зажатое колесико вращают камеру вокруг объекта. Ну и просто колесико, когда оно крутится, мы либо приближаем, либо отдаляем. Ну, в общем-то, все достаточно просто. Сам вид мы можем менять как с помощью вот этого вот кубика. При этом можем отключать перспективу, нажав на него правую кнопку мыши и выбрать здесь ортографик. У нас слишком сильно все приблизилось. Отдаляем. Нам нужен вид сверху. И давайте поместим этот цилиндр прям строго вот здесь, посередине. Но чтобы не делать это вручную, у нас есть вот эти вот три ячейки, в которые мы все выставляем по нулям. Включаем обратную перспективу. Это можно, кстати, сделать и вот здесь, либо используя горячую клавишу P. И вот мы потеряли наш объект, то есть где-то он у нас вот он, но он как-то слишком близко. А здесь очень просто. Нажимаем горячую клавишу Z. Просто Z, не Ctrl Z. Ctrl Z у нас отменяет действие. А Ctrl Y, либо Ctrl White, как еще можно назвать, его как бы возвращает. Ну, либо через вот эту панельку. Так. Смотрю я и думаю, что та же сейчас будет немного многовато для LowBoly. А мы, кстати, можем отключить сглаживание и нажмем F4, чтобы отключить сетку. Тогда у нас будет цилиндр вот такой граненный, хотя полигонов в нем абсолютно столько же. И можем начинать делать из него биту. Нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем здесь Convert to Enditable Poly. Я рекомендую вообще-то привязать к горячим клавишам, но сейчас я на это отвлекаться не буду. Ибо сейчас нам не придется делать это часто. Включаем снова F4, чтобы было видно сетку. У нас есть пять режимов, которыми мы можем воздействовать на разные, так сказать, части нашей модели. Например, вершины, вертексы, воздействуют у нас по отдельности на каждую вот такую вот вершину. А далее Edge, ребро, будет воздействовать на вот эти вот грани. Через border границу мы пока перескочим, но сейчас к ней вернемся. Выбираем полигон. И можем уже воздействовать конкретно на вот эти вот области полигонов. Что тоже очень удобно. Например, мне нужно удалить вот эту верхнюю часть. Я ее выделяю через режим полигона. Нажимаю Delete. И у нас образовывается вот такое отверстие. Возвращаемся в режим border. Выделяем это отверстие. К слову, мы можем выделить это все не только через режим выделения border, но и через Edge. Нажимаем два раза на одну и ту же линию, то есть на одно и то же ребро. И у нас выделяется Loop. Loop переводится как петля. То есть, по сути, какое-то замкнутое пространство, например, вроде круга. Но это не обязательно может быть кругом. Форма лупа может быть очень-очень сложной в зависимости от сложности модели. Также можем выделять и в противоположную сторону. Но это уже не лупы, так как они не замыкаются. То есть, здесь нет такого кольца. В отличие, например, от всех вот этих вот сторон. Ну так вот, нажимаем два раза на эту верхушку. И даже немного ее вот так вот еще подровняем, вытянем. Приблизим. Теперь нажмем R, чтобы перейти в режим Scale масштабирования. И удерживая Shift, что очень важно, наводим курсор так, чтобы у нас были подсвечены все вот эти три стороны. То есть, по сути, был подсвеченный треугольник. Иначе мы будем воздействовать только на какую-то конкретную ось. Точнее, сразу на две каких-то конкретных оси. Если треугольник полностью не подсвечивается, проверьте, какой режим, какая иконка стоит здесь. Потому что, нажимая R несколько раз, мы этот режим будем менять. Нам нужен именно вот этот. Теперь, удерживая Shift, сужаем вот это колечко. Как бы выдавливаем их вот так вовнутрь. Ну, я думаю, даже для начала можно было бы эту верхушку немного расширить. Давайте нажимаем Ctrl-Z. И без Shift-а вот так его увеличим. А вот теперь, удерживая Shift, вдавливаем вовнутрь. Теперь, нажимаем W, чтобы перейти в режим выделения и перемещения. И тянем по верхней оси. Теперь, переходим в режим Border. Можем, кстати, это переключать с помощью горячей клавиши 1, 2, 3, 4, 5. А 5-то режим, кстати, режим элемента, выделяет полностью весь объект. Мы к нему еще вернемся, потому что там есть некоторые нюансы и тонкости. Но на такой простой модели это сейчас не очень будет понятно. Так вот, нажимаем 3. У нас здесь уже даже выделен. И нажимаем Cup, крышка. А через режим Vertex я выделяю все вот эти Vertex, кроме последних и самого первого. И через режим масштабирования по вертикальной оси их вот так вот сплющу. И теперь, переключившись на перемещение, опущу это вот сюда вниз. Даже можно еще выше поднять нашу биту. Но сильно злорадствовать, в смысле злоупотреблять не стоит. Чтобы она более-менее органично потом смотрелась у нас на экране игры. И наметим ручку. Масштабируем. Вот так уменьшаем. Вот этот луп, опустим его ниже. И тоже вот так отмасштабируем. И в принципе мы почти закончили с битой. Нужно только еще немножечко ее так подкорректировать, чтобы она была прям такая симпотненькая. Выделяем. Опускаем. И теперь можно считать, что она практически готова. Но я бы еще сделал вот что. Выделяем здесь одно ребро. И нажимаем Ring. Теперь здесь мы нажимаем Connect. У нас появился здесь еще один луп. И в режиме масштабирования мы его вот так вот увеличим. И давайте в принципе уменьшим саму всю вот эту вот нижнюю штуку. Для этого выделим полигоны. Сначала один. И удерживая Shift. Наводим левой кнопкой мыши сюда. И видим, что у нас подсвечивается. А нажимаем Grow, чтобы у нас выделение разрослось на еще один полигон в разные стороны. И удерживая Alt и левую кнопку мыши, стираем лишнее. Немножко уменьшаем. И поднимаем вот так вверх. Теперь левая кнопка мыши, просто выделяем его. Нажимаем горячую клавишу M, чтобы появился редактор материалов. И такой сложный вид нам не к чему. Поэтому идем в Mods Compact. Применяем обычный серый материал. Нажимаем на вот эту пиктограмму цвета и выбираем черный цвет. У нас здесь первая готовая модель. Которая готова к экспорту. Ну и теперь самое время сохранить нашу поделку. Горячими клавишами Ctrl-S, либо через File, Save, ну либо Save-S. А сохраняем пока что в формате Max. Потом уже в Unity мы будем экспортировать в другом формате. Но об этом уже позже. В следующих нескольких видео мы создадим еще разное оружие, которое в одном из почти ближайших видео, в принципе вы видели план, добавим все это в игру. То есть это уже будут не просто модельки, а это будет полноценный игровой элемент. Ставь лайк, если это видео тебе понравилось и вообще интересна эта серия. Кстати, напиши реально в комментариях, действительно ли этот обучающий проект будет тебе интересен. И обязательно поделись этим видео со своими друзьями. Пусть все знают, что Unity возвращается на канал. Ну а с вами как всегда был Арталаски. Спасибо огромное за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok